В Омске прошел по-настоящему футбольный день. Утром 18 октября состоялось заседание Исполнительного комитета Союза Федерации Футбола Урала и Западной Сибири. В обсуждении развития спорта в Омском регионе и соседних областях приняли участие представители Федерации Башкортостана, Ханты-Мансийска, Ямала, Омской, Курганской, Тюменской областей и Пермского края. Специалисты отметили резкий рост интереса к футболу после проведенного в России чемпионата мира. О том, как количество превратить в качество, рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев. И у Министерства спорта, и у Российского футбольного союза сейчас есть возможность как инфраструктурно, так и другими вариантами помочь региональным федерациям и регионам. Это опять же и поля, и подготовка тренеров, и другие проекты. А если будет правильная выставная работа РФ, Федерации, Министерства, то я вас уверяю, мы сможем кардинально исправить ситуацию. Глава Минспорта Омской области Дмитрий Крикорьянц отметил готовность властей бросить все силы на развитие спорта номер один в нашем регионе. Основная задача наших субъектов создать все необходимые условия для того, детский футбол развивался, для того, чтобы инфраструктура футбольная в регионах росла и прирастала. Ну и здесь реализация национального проекта «Спорт норма жизни» как раз затрагивает и развитие футбола в плане передачи регионам искусственной травы и создания необходимого количества футбольных полей. Уже сейчас на стадионе «Сибирский нефтяник» уложено новое футбольное покрытие с подогревом. На будущий год есть предпосылки к тому, что мы на стадионе «Красная звезда» какое-то из футбольных полей тоже модернизируем подобным образом. В этот же день футбольные задачи решались и на международном уровне. Федерации футбола Омска и Североказахстанской областей подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная деятельность позволит игрокам приобрести международный опыт, а руководителям федерации проводить больше детско-юношеских турниров. Омска и Североказахстанская область, они исторически и географически должны очень тесно взаимодействовать не только в экономических аспектах, но и в социальных аспектах, в частности в футболе. Так как если брать только в Омске, в Омской области 25 тысяч студентов из Казахстана, то есть это тоже есть точка соприкосновения. Здесь очень сильные вузы, очень сильные спортивные клубы. Думаю, что наше сотрудничество, которое сегодня будет, как вам сказать, более продуктивным и более конкретным. Завершением дня стал товарищеский матч между Россией и Казахстаном. В составы команд вошли ветераны футбола и представители региональных федераций обеих стран. Гостям удалось самим оценить крытый футбольный манеж «Красная звезда». В Петропавловске немного проблемы, допустим, в зимнее время с полями. У вас вот имеется, допустим, к примеру, такой прекрасный манеж. Почему бы на зимние, допустим, ваши соревнования наших деток не возить сюда? И наоборот, сейчас в Петропавловске достраивается отличное летнее поле. Также летом там будут проводить соревнования, ваши дети также могут приезжать. Матч прошел в дружественной атмосфере. Тем не менее, на поле наблюдалась борьба, были опасные моменты. И, несмотря на итог 7-4, все участники остались довольны и проведенной встречей на поле, и днем в целом. Эмоции только положительные. Хотелось бы поблагодарить всех организаторов. Вы знаете, сегодня мы плодотворно поработали, плодотворно поиграли. Насколько необходимо было вот это соглашение для наших союзов в бой? Вы знаете, я скажу, оно крайне необходимо, но оценивать мы будем потом. Я абсолютно уверен, что он будет очень плодотворным для местных ребят, девчат, которые смогут общаться со своими сверстниками из Казахстана, получать международный опыт не только на футбольном поле, но и жизненно общаться, развиваться. Поэтому абсолютно уверен, что это здравая идея, и она будет реализована. Спасибо! Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»